С главными новостями к этому часу с вами в студии Илья Сахар. Жители двух самых молодых субъектов современной России, Крым и Севастополь, отмечают два года с момента судьбоносного референдума, по результатам которого Крым и Севастополь 18 марта 2014 года стали частью России. Воссоединение с Россией поддержало 97% крымчан и 96% севастопольцев. С начала 2015 года в Крыму и Севастополе начали работу свободные экономические зоны. Экономический Крым и Севастополь стали интегрированы с материковой Россией после объявленной Украиной торговой и энергетической блокады. В настоящее время заканчивается формирование энергомоста из Кубани. Вторая годовщина со дня волеизъявления крымчан и севастопольцев не является официальным выходным днем в Республике Крым и Севастополе. Однако жители полуострова будут отдыхать в день подписания договора о воссоединении с Россией в пятницу 18 марта. В Ненецком округе 18 марта состоится праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в концертном зале Дворца культуры Наринмара. Начало в 13 часов 30 минут. Не остались равнодушны к воссоединению и жители нашего города. Вот что они ответили нашей съемочной группе. Очень даже хорошо. Это давно должно было так быть. И я думаю, что вообще Крым относится к России. Это было и изначально, и Путин вообще молодец. Я думаю, что это хорошо. Если столько лет он в составе России был, я думаю, это справедливо, что он вернулся в состав России. На душе легко стало, что нет войны. Возврат блудного сына домой получается. По ошибке наши правители отдали эту территорию. А все-таки люди, которые там живут, они не были довольны. Они все время, наверное, мечтали об этом. Поэтому так и произошло, что референдум был, и все проголосовали за то, чтобы быть в России. Крым постоянно был в России. И я считаю, должны быть вместе. Там же россияне живут, не украинцы. Крым наш. Он же испокон веков. Как его кто там, Екатерина, что ли, забрала? Так вот он наш и есть. К Украине он вообще никакого отношения никогда не имел. Так как Украины как государство его никогда не было. Оно образовалось в 1993 году. Союз развалился. Получилось. Поэтому дырку им от публика. А не Украина. Экономика России значительно легче переживает второй нефтяной шок, который случился при ценах на нефть во второй половине прошлого года. Такое мнение высказал в Госдуме министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он выступил с прогнозом о росте экономики уже во втором квартале этого года. Российская экономика показала высокую степень адаптивности, отметил министр. Удалось сократить издержки, сориентироваться на серьезные приоритеты, добиться использования тех факторов, которые прежде не использовались. Мы пожинаем плоды второго нефтяного шока, не стал отрицать министр. Но результаты для экономики, для социальной сферы, для бюджета оказались менее значительные, чем раньше. Алексей Улюкаев пояснил, что девальвация крайне незначительна, инфляция уменьшается. В результате сегодня мы вышли на уровень меньше 8% инфляции к соответствующему периоду прошлого года. ВВП при этом снизил темпы падения до 3%. И впервые за довольно долгое время отмечается положительная динамика промышленного производства. Снизились темпы спада розничной торговли. Министр дал оптимистический прогноз. Рост промпроизводства и ВВП может состояться уже во втором квартале текущего года. На минимизацию потерь для регионального бюджета направлена мера по сокращению затрат на реализацию Харьегинского соглашения о разделе продукции со стороны его оператора, компании «Тоталь. Разведка. Разработка. Россия». На этом будет настаивать администрация Ненецкого округа. Об этом в беседе с журналистами сообщил губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Мы же в прошлом году, что называется, прошли по грани. Мы уже в текущем процессе снизили, нам удалось совместно с нашими партнерами снизить затратную часть, что позволило выполнить бюджет в полном соответствии и в прошлом году заимствовать несколько меньше, нежели мы планировали изначально. Поэтому мы сейчас очень плотно работаем со сметой. При утверждении сметы на объединенном комитете мы договорились, что в случае снижения цен на ней в первом квартале будем собираться, будем пересматривать затратную часть. По словам главы региона, на 17 марта намечено заседание подкомитета по финансам объединенного комитета Харьегинского СРП. И он будет рассматривать предложение по снижению затратной составляющей. Ненецкий округ в подкомитете будет представлять заместитель губернатора Сергей Сурков. Безусловно, при сегодняшних ценовых параметрах мы должны снижать затраты компаний-операторов, затраты инвесторов с тем, чтобы была прибыльная нефть, с тем, чтобы и бюджет Российской Федерации, и бюджет Ненецкого автономного округа получил финансовый ресурс. Как сообщалось ранее, в прошлом году, благодаря усилиям администрации округа, сметы затрат СРП были скорректированы, и округ дополнительно получил в бюджет 240 миллионов рублей. В нынешнем году из-за низких цен на нефть существуют риски недополучения 4 миллиардов рублей доходов в бюджет региона от реализации СРП. Организация участия школьников региона в чемпионате по баскетболу «Кэсбаскет», приобретение лыжного инвентаря для спортшколы «Старт», финансовая поддержка лыжного перехода военно-патриотического клуба «Белый медведь». Напомню, башня «Автполюс» владеет одной лицензией на право пользования недрами, расположенными в Ненецком округе. Соглашение о сотрудничестве общества и администрации подписано в марте 2012 года. С 1 апреля на межмуниципальных и городских маршрутах вводится единый произно-билет для школьников и студентов. Где приобрести, на каких условиях и по какой цене, расскажем через минуту. С сегодняшнего дня Фонд поддержки предпринимательства начинает оказывать услуги по микрофинансированию. Для того, чтобы получить заем представителям малого и среднего бизнеса, необходимо предоставить заявку. Фонд поддержки предпринимательства и предоставление гарантии Ненецкого округа будет предоставлять кредиты в сумме от 100 тысяч до 1 миллиона рублей со ставками от 5,5% до 10% годовых, сроком от 3 до 36 месяцев. Один из видов бизнес-поддержки микрозайм будет предоставляться 16 марта этого года. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, сейчас у фонда есть все полномочия для осуществления данных функций. Мы очень длительное время проходили лицензирование, получили лицензию на осуществление этой банковской операции, поэтому, в принципе, на выдачу этих микрозаймов. И сейчас уже технически полностью готова. Инфраструктура для этого создана. Микрозайм будет предоставлять Фонд поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ненецкого округа и не имеющих задолженности по налогам и другим обязательствам. Микрозайм – это такой же кредит, но процедура получения этого кредита, сроки рассмотрения этого кредита и, в общем-то, процентные ставки, они довольно-таки очень мобильные и легкие. Вот, например, ставки у нас будут по продуктам от 6% годовых до 10%. 10% – это на продукт на доверие. Это для тех предпринимателей, которые у нас уже наработают кредитную историю и могут взять без поручительства, без залога микрозайм до 200 тысяч на год. А так, сроки предоставления микрозаймов у нас от 3 месяцев до 2 лет. Минимальная сумма по любому виду продуктов – это 100 тысяч, максимальная – миллион рублей. Кроме микрозайма на доверие, Комитетам инвестиций, Фондам развития предпринимательства и Департаментам финансов разработаны несколько видов программ, для которых действуют разные условия выдачи. Так, по программе «Старт» срок предоставления микрозайма составит от 3 до 24 месяцев, включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика. Такие же сроки установлены для программ «Старт» и «Фермер», а для микрозаймов «Бизнес-инвест» и «Новотех» сроки составят до 36 месяцев. Если микрозайм будет предоставлять непосредственно сам фонд, то в другом виде поддержки гарантии при заключении кредитных договоров фонд выступит поручителем перед банками, в которых предприниматель берет кредит. Гарантия – это, например, вы, предприниматель, хотите получить кредит в банке, у вас нет залога. Это, как правило, беда наших предпринимателей, когда нечем обеспечить кредит, и банк не дает, как правило, кредит. Поэтому в качестве залога на половину кредита выступает поручителем наш фонд. Такие поручительства заменяет часть залогового обеспечения и является дополнительным преимуществом при получении займа. Это своеобразная гарантия того, что если заемщик не сможет платить по обязательствам, их возьмет на себя гарантийный фонд. Для каждого вида программы предусмотрен свой пакет документов, с которыми можно ознакомиться на сайте фонда поддержки предпринимательства и предоставление гарантий Немецкого округа. Фонд 83.ру Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. С 1 апреля на межмуниципальных и городских маршрутах вводится единый проездной билет для школьников и студентов. Напомню, сейчас такая возможность есть только у взрослых пассажиров. Но уже с начала следующего месяца по многочисленным просьбам по проездным смогут ездить и дети. Льготный документ можно будет приобрести с 25 марта в кассах городского автотранспортного предприятия. С 1 января этого года проезд на общественном транспорте для школьников и студентов стал платным нольготным. На межмуниципальных маршрутах номер 411 и 413 школьники и студенты очной формы платят за проезд 50% от стоимости тарифа – 17 рублей. На городских маршрутах номер 2, 4, 6, 7 и 8 плата за проезд для школьников составляет 10 рублей. Система разовой оплаты, по мнению учащихся, и их родителей оказалась не совсем удобной. Гораздо практичнее было бы приобретать для детей единые проездные билеты. В связи с тем, что поступало очень много просьб от населения, и губернатор посетил школу, и к нему тоже были обращения, было принято решение городской администрации окружной ввести единый проездной билет для школьников и студентов. Для детей и студентов стоимость проездного установлена с 50% скидкой и составляет 800 рублей. Льготный документ рассчитан на 60 поездок. Приобрести единый проездной пока можно будет только в кассе, которая расположена в административном здании АТП по улице Юбилейная. Проездные начнут продаваться 25 марта и продаются по 10 число месяца, на который приобретается проездной билет. Сейчас мы посмотрим в апреле потребность этих проездных билетов. Если это будет очень много желающих приобрести, то тогда мы откроем на следующий месяц и вторую кассу, как раньше мы продавали на конечной морского порта. При приобретении единого проездного билета для школьников и студентов в кассе потребуется предъявить справку с места учебы, а далее предъявлять ее контролеру автобуса вместе с проездным. Отмечу, что все условия и порядок покупки единого проездного билета для школьников и студентов уже одобрен в администрации региона. В соответствии с проектным постановлением изменяется методика расчета субсидий, которую получает автотранспортное предприятие. Напомню, сейчас перевозчик получает субсидию за каждый выполненный рейс регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным и городским маршрутам. В прошлом году на эти цели было выделено 102 миллиона рублей. Проектным постановлением предлагается методика расчета размера субсидий, согласно которой при расчете размера субсидий будут включаться фактически полученные доходы организации от продажи разовых ежемесячных проездных билетов в отчетном месяце. Также в этом положении исключается авансирование, так как мы переходим на расчет помесячно. Отмечу также, что детский проездной билет, так же как и взрослый, будет действовать на всех маршрутах общественного транспорта. Ирина Цепетова, Вадим Стасек, телеканал «Север». Санаторий «Дилуч» в Анапе станет основным черноморским центром санаторно-курортного лечения детей Ненецкого округа по путевкам «Мать и дитя». В 2016 году санаторий примет 531 жителя Заполярья. Стоимость одной путевки составила 56 700 рублей. На сегодняшний день определены места лечения детей по трем направлениям – Черноморское побережье России, Кавказские минеральные воды и Средняя полоса России. Те, кому показано проходить санаторное лечение в умеренном климате средней полосы России, отправятся в санаторий Микино в Кировской области. На эти цели округ закупил 42 путевки. В Кавминводах юных северян и их родителей примет Федеральное медико-биологическое агентство «Юность» в городе Сентуки. В 2016 году за счет средств окруженного бюджета там пройдут лечения 85 жителей Заполярья. Первые заезды в санаторий по всем направлениям состоятся уже в апреле. В настоящее время на руки очередникам выдано 25 направлений на лечение. Кроме того, по информации профильного департамента, в ближайшее время станет известно место летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году за счет бюджетных средств на отдых поедут 300 ребят. И мне еще включение главного муниципального образования. 1 апреля мы прекращаем прием заявок на летний отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируем отставить 300 детей. На сегодня около 100 заявлений. Большая польза активизировать эту работу. Если мы объявим конкурс в соответствии с заявлениями, то потом будет трудно отставить дополнительно еще детей. Почетный гражданин Наринмара, известный журналист и литератор. В Доме культуры Арктика прошла творческая встреча с Виктором Толкачевым. В рамках мероприятий, проходящих под эгидой Дня города и Годы российского кино, в зрительном зале КДЦ «Арктика» прошла встреча с почетным гражданином Наринмара, известным журналистом и литератором Виктором Толкачевым. Он представил зрителям свои кинокартины. Я пришел за два часа, настроили аппаратуру, и я рад первым посетителям сегодняшнего киновечера. И передам привет от архангельских киношников, режиссера Рассказова, оператора Скалина, Германа Власова, которые тоже любят округ, любили округ тех, которые нет. И они сегодня будут с нами. Виктор Федорович на этот раз представил собравшимся документальные ленты разных лет, автором которых он выступил в сотрудничестве с архангельскими документалистами. Я с собой привез несколько фильмов, которые мы снимали в округе. Фильм «Войгач», фильм «К новой земле», фильм «Архипеллах НЗ» «От разведки к добыче». Трехминутный документальный сюжет о бойце оленелыжных батальонов Алексея Яковлевича Литкови из Красного. Один из них, потомственная для него из Печерского села Красное, Алексей Яковлевич Литков, бывший из довольственного дивизиона 31-й отдельной лыжной бригады. А мне батальона родным был. Та же лейтенант, он батальона меня и я. Говоря о планах, Виктор Федорович с его неутомимой творческой энергией отметил, что всегда находится в работе над новыми интересными замыслами. Вон задумки роятся, как комары в тундре, как пчелы в улей гудят, гудят, гудят. И это надо, и то надо. Но на столе у меня рукопись, третья часть книги о нашей зимовке на острове Колгуев, на Колгуеве Северной. Двух зимовках, где я по-новому открыл и остров, и Арктику, где тоже были, где родилась семья моя, и дочка там выросла трехлетняя, стала пятилетней. Вот над этим я сейчас работаю. И к этому часу это были все новости. До встречи в эфире. Далее прогноз погоды.